Еще вчера жизнь этого пациента висела на волоске, но ему вовремя сделали высокотехнологичную операцию и предотвратили губительные последствия инфаркта. Кардиохирург поставил пациенту в артерию сердца специальную маленькую трубку – стенд. Операция малотравматичная, делается через небольшой прокол в коже. Мужчина уже идет на поправку. Еще в октябре на такие операции жители региона отправляли в Тулу. Теперь могут проводить и в Новомосковске, рассказывает Алексею Дюмину зав. отделением. Все необходимое оборудование в городской больнице для этого есть. Не было только специалиста. Титалав Хириев приехал в райцентр из Москвы. Кардиохирург с 20-летним оптом работы, в том числе в институте имени Бакулева. Врача устроили не только условия труда, но и перспективы получения квартиры. Приехал, познакомился с коллективом, увидел новую ангиографическую установку, новую рентгеноперационную. Дал свое согласие, об этом не жалею. Первое диагностическое исследование коронографии мы провели 1 ноября. По настоящее время выполнили 64 процедуры, в том числе 28 стентирований. В дальнейшем планируем выполнение эндовосклярных процедур и в других бассейнах, в том числе сосуды шеи, сосуды головного мозга, сосуды нижних конечностей. Возможности очень большие. Уже в январе Титалав Хириев и еще 18 специалистов Новомосковской больницы отпразднуют новоселье. Эту четырехэтажку на 44 квартиры построили специально для врачей и учителей города. Точнее, под жилой дом реконструировали бывшее здание инфекционной больницы, которое не использовалось, но было в хорошем состоянии. Рабочие надстроили два этажа, сделали перепланировку. Теперь в нем одно и двухкомнатные квартиры. Все под ключ с сантехникой, газовыми плитами. Алексею Дюмину рассказывают, средства на реконструкцию дома, 100 миллионов рублей, выделили из муниципального бюджета. В Московске у нас давно уже опыт в направлении прибыли наших предприятий. Это МУПы, ООО, которым администрация учредителей, на решение различных социальных проблем. У нас уже второй такой крупный проект. Первый это был теннисный центр «Жемчужин», который был построен тоже на отчислении от прибыли наших унитарных предприятий. Ну и вот возникла идея, после того, как здание поликлиники было не востребовано, оно не перешло в властную собственность, его приспособить для квартир врачей и учителей. Квартиры будут выдавать специалистам на условиях соцнайма. Такую инициативу Алексей Дюмин поддерживает. Строительство дома поможет привлечь молодые перспективные кадры. И добавляет, муниципальные власти не должны сидеть на месте. Опытного Московска нужно распространить и на другие районы. Посмотрите, не обязательно может быть больницы. Это могут быть другие помещения, как и двух-трехэтажные, которые сейчас незадействованы, которые находятся не в аварийном состоянии. Этот опыт надо использовать и в других муниципалитетах. В первую очередь, это инициатива СМИ глав районов, глав муниципальных образований. Отрывать свои засиженные места и вперед двигаться, и искать специалистов, и реализовывать эту программу. Если реализации такой программы не будет, то у нас не будет специалистов. А потребность в кадрах, как в медицинских, как в наших учителях, она существует. На встрече с коллективом Новомосковской клинической больницы Алексей Дюмин добавляет, региональные власти будут и дальше реализовывать программу поддержки молодых специалистов. Область нуждается в высококвалифицированных кадрах. В Новомосковск за последние три года привлекли 131 врача, более 500 медработников. В райцентр приехали выпускники медвузов из Пензы, Калуги, Брянска, Луганска. Но кадровая проблема еще не закрыта. По-прежнему в райцентре, как и в регионе в целом, не хватает педиатров, терапевтов. Этот вопрос предстоит решить в будущем. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.